Наталья Дмитриевна Спирина «Устремлённое сердце». Слово о Борисе Николаевиче Абрамове. Ещё в то время, когда Борис Николаевич был с нами, я написала такое стихотворение, которое сейчас прочту. Одинокое пламя под всеми ветрами горит, под грозой, под ударами волна зверевшего мира победно стоит. Ночь темна, но лампада пустыни во мраке бесстрашно горит. Тридцать лет его жизни прошли перед моими глазами. Тридцать лет непрестанного подвига земного и надземного. По земному было очень трудно. Тяжело больная жена на руках, работа ради заработка, домашние заботы, ученики, безотказная помощь всем, и материальная, и главное – духовная. Он обладал удивительной отзывчивостью и помогал всегда по завету учителя. Помогайте друг другу, слышите? Своих учеников он приучал к тому же. Редко наши занятия проходили без того, чтобы не помочь кому-то коллективно в духе. Он приучал их мыслить во благо, указывая, что мысль дисциплинированная и целенаправленная есть великая сила делать посылки психической энергии больным и нуждающимся в поддержке. Сама я много раз получала его помощь, совершенно явно ощутимую во время болезней и в трудных обстоятельствах. Там, где не могли помочь врачи и лекарства, там помогала его психическая энергия, которая, как сказано в учении, является панацеей от всех болезней. Недешево стоила ему подобная помощь и не проходила даром. Ведь он делился своей жизненной силой, отрывая ее от себя и тем вызывая у себя временный упадок сил, могущий причинить вред его здоровью. Он не раз говорил, что, леча кого-то, он ощущает на себе симптомы данной болезни и должен их в себе преодолеть. Силы его были велики, и приток психической энергии обуславливался его неукротимым устремлением к иерархии света и к великому служению, всем возвышенным строем его мысли и чувств, но и расход ее был велик. Люди инстинктивно тянулись к нему за помощью, но редко, когда кто-то стремился и ему что-то принести, помочь, порадовать его. Он был среди жизни как бы один, как бы оставленный, это слова учения. Со своим возлюбленным гуру Николаем Константиновичем Рерихом он встретился лишь на короткое время. Переписка была нерегулярной, а затем и окончательно прервалась в связи с уходом гуру. Вместе с его самой сокровенной пламенной надеждой на новую встречу в этой жизни осталась связь в духе, совсем непростая и нелегкая, требующая величайшего духовного напряжения и особого состояния сознания, незамутненного земными струями повседневной жизни. Но главным духовным подвигом его жизни было указано ему свыше создание и укрепление прямого провода с иерархией света, посредством которого он получал записи и указания. Эта работа требовала полного отрешения от себя, исключения всяких личных мыслей и перенесения всего сознания в сознание учителя. Только таким путём можно было достичь тех огромных результатов, которые проявились в его плодотворных трудах. На грани сна и пробуждения он слышал сообщения иерархии. Сначала это были отдельные слова, потом фразы, потом целый поток мыслей. Высокий источник его записи был неоднократно подтверждён Еленой Ивановной Рерих, которой он посылал образцы своих восприятий. Но мы, его постоянные слушатели в течение многих лет, ещё и не зная того, при каждой встрече с жадностью слушали чтение его записей и черпали в них всё необходимое для нашего продвижения. Сообщения всегда давались как самое нужное к моменту. Часто разъясняли общую мировую ситуацию или положение каждого из нас. Часто мы получали ценнейшие указания, непосредственно нас касавшиеся. Это было конкретное проявление через его канал, непрестанной о нас заботой и иерархией, выраженной в доступной нам форме, в виде советов, указаний, мыслей. И далеко не всегда, получая эти сокровища, мы задумывались над тем, какой ценой они добывались. Не просто принимать сообщения свыше. Для этого приёмник должен быть всегда настроен соответственно, всегда быть в созвучии с посылающим и посылаемым, всегда быть в полной готовности и равновесии. Равновесие требовалось особое, так как слишком уж велика была разница между высшими вибрациями и окружающей средой. Накопленные записи – это подвиг жизни. И мы, знавшие об этом подвиге, всегда относились к ним с благоговением. Помимо всех ценнейших иерархических указаний и сообщений, получаемых через записи, мы много лет, изучавшие книги живой этики, постоянно отмечали, что в записях даются новые аспекты положения учения, дальнейшее развертывание его беспредельного смысла и значения. Таким образом, его труды являлись для нас также и ценным пособием для постижения и изучения живой этики и мудрости учителя. Он умел хранить в спокойствии духа, которое, как сказано, испытывается мелочами жизни. Много лет наблюдала я его в повседневной жизни, среди забот обихода, исполняющим ежедневные хозяйственные обязанности, нудные, утомительные, совершенно чуждые ему. Но я никогда не видела его раздраженным или омраченным. Дракон обыденности не имел доступа к его сознанию. Он был всегда спокоен. Он топил и чистил печи, пилил и рубил дрова, носил воду, выносил помои, ходил за продуктами, помогал в приготовлении пищи и так далее, делая эту глубоко чуждую и неинтересную работу умело и добросовестно, без тени неудовольствия или саможаления. Мысли его были далеко, и дух свободен от всей тесноты и тягости быта. И он в непрестанной бдительности берёг эту внутреннюю свободу. Эта свобода духа способствовала сохранению ясного и гармоничного настроения. Он мог среди любых житейских дел начать говорить о вещах духовных. Говорил он всегда чётко, кратко и выразумительно. Никогда в его речи не было лишних слов или расплывчатости. И говорил он о самом существенном и нужном на данный момент. Его внешний облик был очень гармоничен, внутренняя собранность отражалась и в его внешних действиях. Никакой суетливости, спокойные размеренные движения, ровные интонации голоса. Его манеры были красивы, и сквозь оболочку формы светилось благородство его духа. С людьми он был просто доброжелательным и с каждым умел говорить по сознанию. Он был не только мудрым наставником, учителем, но в свою очередь безусловным учеником и сотрудником, так как выполнял свое назначение в любых условиях. Обычно говорят, я могу работать при определенных условиях, таких-то и таких-то, и когда они настанут, я буду сотрудничать. Он же осуществлял сотрудничество с иерархией в самой неблагоприятной обстановке при многих противодействующих обстоятельствах. как бы поднимаясь в духе над ними. Он приучил себя слышать и записывать восприятие на фоне всяких шумов и звуков. Он преодолевал все мешающие условия быта, тем являя непоколебимость духа. Как занимался он с учениками? Дисциплины мыслей и чувств требовал он от учеников. Он настаивал, чтобы мы приходили на занятия собранными, оставив позади все житейские мелочи и попечения. Это было первым условием для продвижения. А самым главным, на чём он особенно и неустанно настаивал, было применение учения в жизни. Каждый день применить что-нибудь издаваемого. Он был всегда устремлён в будущее. Он настолько переносил своё сознание в предначертание эволюции, что они были ему близкими, стоящими у порога. Отсюда проистекал его несокрушимый оптимизм, его уверенность, что заповеданная сказка не где-то в дальних времён, а близко. И будущее совсем рядом. Потому беседы с ним всегда давали настроение радости, бодрости и уверенности в скором осуществлении всех светлых надежд. Он жил в этом будущем, уже существующем, в высших сферах бытия. И все тяготы и сумрак настоящего были для него лишь проходящими тенями перед светлой реальностью сущего. Он утверждал и постоянно напоминал нам, что каждое возрастание духа нуждается в отягощении обстоятельствами, что на преодолении этих обстоятельств, на борьбе с трудностями мы закаляем и умножаем наши силы и находим радость возрастания этих сил. Ничто в учении не было для него отвлечённостью. Всё применялось им в жизни каждого дня. И на его примере мы учились понимать реальность даваемого. Встречи с ним были светлой радостью и духовным обогащением. Каждый уходил от него с руками полными даров, даваемых по потребности. И всегда было стремление не растерять полученное, но пронести по всей жизни, сделать своим достоянием. И невозможно учесть, сколько всходов дали благие посевы его духовных трудов. Да будет благословен сеятель добрый, дающий в сердце свет. Будущие архаты на явленной планете, заканчивающие земные счета, нам, архатам, сотрудники. Когда иерархия обогащается, то праздник космический. Это сказано в книге «Иерархия». Четвёртый параграф. Вот.